Что делать, если не получается найти мужчину для отношений? А я очень хочу детей, я очень хочу семью, я же женщина. Жажда выйти замуж, жажда нарожать деточек, жажда встретить любовь или мужчину. Очень плохо такой девушке одной. Ей одиноко, ей неинтересно. Как же, где эти серьезные мужчины, как с ними строить отношения? Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог, эксперт в отношениях. И прямо сейчас мы разберем этот вопрос, который звучит от многих девушек и женщин, у кого есть такая проблема. Очень хочется отношений, но то мужчины не те, то вообще нет мужчин, то вроде мужчины те, а они не хотят ничего серьезного. А я очень хочу детей, я очень хочу семью, я же женщина, мне хочется там что-то дальше в жизни. Кстати, если хочешь разобраться в психологии отношений на высоком уровне, если важно понять психологию мужчин, понять еще больше себя как женщину, увидеть свой потенциал, разобраться, какие мужчины тебя окружают, а точно ли тебе с тем мужчиной, которым ты сейчас по пути. Или ты хочешь привлекать достойных мужчин, или хочешь понять, как строить по-настоящему счастливые отношения, тогда прямо сейчас под видео кликай по ссылке и записывайся на бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция». Действуй. Почему так происходит? И в этих девушках, которые с этим запросом, у которых прям болит этот вопрос, прям вот жажда отношений, жажда выйти замуж, жажда нарожать деточек, хотя это не обязательно, да, может она просто хотеть замуж или в отношениях, жажда встретить любовь или мужчину. Очень плохо такой девушке одной, ей одиноко, ей неинтересно, если по-честному жизнь так себе скучненькая, грустненькая, раньше были какие-то отношения, теперь она там долго одна и хочется отношений. И эти девушки, женщины, они рассматривают отношения как некую таблетку волшебную, как некую волшебную палочку, волшебное какое-то спасение, что сейчас придет мужчина, сейчас придет любовь, сейчас придет влюбленный, сейчас придет семья, и тогда я буду счастлива. То есть им кажется, что я не счастлива сейчас или не до конца счастлива, потому что у меня нет семьи, потому что у меня нет любимого, потому что я одна. Они многое пробуют, да, она, если она встречает мужчину, она пытается на него там давить, она пытается заранее понять, а ухочен отношения или нет, ведь чтобы не было как с прошлым, несерьезным. То есть вот такая чувствуется зацикленность, прям чувствуется в глазах такой коршунский взгляд. Понимаешь, и в чем проблема, что энергетически она вот такая давящая, да, где, а мужчины что нормальные, они вот так, они убегают, они проходят мимо, но слабые мужчины, несерьезные мужчины, они любят таких девушек, а знаете почему? Потому что от нее можно легко получить то, что он хочет, а знаете как? Просто лишь пообещав, что она хочет. Ему нужно ей понравиться, ну как-то по минимальному, да, и плюс поговорить о серьезных отношениях, сказать, что я серьезный, хочу детей, пообещать ей то, что она хочет услышать, чтобы она согласилась на то, что хочу я от нее. Например, секс или встречи, ну какие-то дальнейшие этапы. От этого девушка еще больше страдает. И часто вы у меня такие девушки спрашиваете, как же, где эти серьезные мужчины, как с ними строить отношения? И моя рекомендация последнего времени звучит таким термином, карантин. Знаешь, что такое карантин? Помнишь, в школе был карантин, и мы не ходили в школу, или в детских садах был карантин, особенно в холодное время года. Что такое карантин? Это когда дети приходят в школу, и у них велика вероятность, что они заразятся какой-то болезнью. И поэтому говорят, сейчас детки карантин, поэтому сидите дома, чтобы вы не заболели. Карантин пройдет, и будете снова ходить в школу. Вот так и я этим прекрасным девушкам и женщинам говорю, карантин, тебе не нужен мужчина, тебе не нужны отношения, тебе не нужно замуж. Потому что сейчас в этом состоянии раненом, когда тебе очень нужны отношения, велика вероятность, что ты притягиваешь не тех мужчин, а мужчин, которые только больно тебе будут делать. Да, ты, может быть, притянешь мужчин, но маловероятно, что из этого получится классное долгосрочное отношение. Да, можно замуж выйти, да, можно создать отношения, да, можно встретить симпатичного мужчину. Вопрос, что дальше? Я говорю вам, карантин объявите себе. Когда вы себе объявили карантин, тогда вы себе говорите, нет, у меня не должно быть цели мужчины, у меня цель это я сама. Я сама выздоровлю сначала, я сначала залечу раны прошлого, обиды, претензии, боль, неуверенность в себе, самооценку, жалость в себе к мужчинам, чувство вины, чувство недостойности. Вы понимаете, девушки, которые срочно хотят замуж, это те девушки, которые в глубине, они себя не любят, которым страшно остаться одной, мне 30 чем-то, я одна, кому я буду нужна. Особенно этим страдают девушки, у которых есть дети от прошлого брака. Они прям вообще ищут себе мужчину, прям капец как ищут. Карантин себе, дорогие, объявите, прокачайтесь там, и потом выходите в мир. Пока вы ранены, вы притягиваете раненых мужчин. Пока вы недостаточны внутри, вы притягиваете недостаточных мужчин, которые в вашу жизнь еще хуже делают. Которые вашу боль еще больше усиливают. Зачем вам это? Это знаешь, все равно, что вот представь, я работаю бухгалтером, да, и зарабатываю, например, 500 долларов в месяц. И я очень хочу большего, я хочу полторы. И я хожу по работам, говорю, я бухгалтер, хочу к вам на работу, хочу полторы. Они на меня смотрят и говорят, Рислав, это круто, что ты хочешь, но ты как бы стоишь 500. Твои навыки, твои компетенции, твои знания, твой профессионализм стоит 500. И мы не можем дать тебе полторы, а я не слышу, я все равно хожу еще на полторы. Или я себе задаю вопрос, окей, я стою 500, но я хочу полторушку, окей, какой мой план? Где мне нужно прокачаться как бухгалтер? Где мне подучиться? Где получить опыт? Где мне найти этих бухгалтеров, которые уже зарабатывают полторы и больше, чтобы с ними пообщаться, учиться у них, тусоваться с ними? Вот, вот это мой план. Я себе ставлю задачу так, вырасти как бухгалтер до ценности в полторы, понимаешь, разницу. И когда я вырастаю в процессе, тогда я прихожу и говорю, ну вот я хочу полторы. Берем, потому что ты соответствуешь, меня с удовольствием возьмут. Вот тот же самый пример и эти женщины, хочу отношений, возьмите замуж, хочу замуж. И они прям то требуют, то терпят, то надеются, вместо того, чтобы соответствовать. Но пойми, пожалуйста, если ты крутой специалист в работе, ты не бегаешь, не ищешь работу, за тобой бегают. Тебя ищут, потому что такие, как ты, мало. Вот так же и в отношениях мужчины и женщины, да, либо ты женщина, которая ищет, возьмите меня замуж, возьмите меня в отношениях, или которая создает вокруг себя поле классных мужчин, из которых выбирает. И я хочу сказать тому, что мой основной посыл, займись собой. Если важно разобраться, что я имею в виду, займись собой, это не общие слова. Под видео ссылка на регистрацию на бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция», который идет несколько вечеров. Посвяти себе хотя бы бесплатно эти несколько вечеров, и ты офигеешь от своих возможностей. Ты многое поймешь. Ну, либо продолжай делать то, что делают все. Если это видео было для тебя полезно, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал. И до встречи в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok